Позвольте начать нашу научную конференцию, посвященную выдающемуся главному событию ХХ века – Великой Октябрьской социалистической революции. Разрешите предоставить слово для первого доклада доктору девософских наук профессору Михаилу Владимировичу Попову. Дорогие товарищи, история обогащает всякого, кто живет, и даже в тех случаях, когда революция изменяется контрреволюцией, в известном смысле, в известном плане, те, кто продолжает жить, трудиться, работать и бороться, обогащаются знанием не только того, что делать и как делать, но также и знанием того, что не делать и как не делать, чтобы не потерпеть в следующий раз при очередном наступлении революции поражение, чтобы удержать те завоевания, которые сегодня нашим народам в значительной мере утрачены. Вот почему наше отмечание революции, годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, не может быть похоже просто на праздничное мероприятие. Народ живет в нищете, многие не получают даже заработной платы, сокращается численность нашего населения, поэтому нам надо не столько думать, как, так сказать, устроить праздник, сколько извлечь уроки из того тяжелого поражения, которое потерпел рабочий класс, потерпел русский народ, с тем, чтобы, как говорится, новое наступление было успешным и самое главное, чтобы оно было закреплено. Сегодня многие говорят, что надо создать новое правительство, надо создать советскую власть, но если мы создадим советскую власть, которая снова разрушится и снова рабочий класс свою власть отдаст тем, кого он победил, то спрашивайте, а стоит ли тогда заниматься этим делом, стоит ли тогда тратить силы, тратить средства, и стоит ли тогда вести эту борьбу. Вот почему наша самая главная задача сегодня состоит в том, чтобы извлечь уроки из опыта революции и контрреволюции в России. Ну, самый первый урок – это понимание того, что такое совет. Сегодня, когда анализируешь документы первых лет советской власти, Конституцию, вторую Конституцию, которая была принята в 1924 году, законы о выборах, мы наблюдаем, что самое главное в Советах, то, что они избираются через трудовые коллективы, то, что это не органы, которые создаются делегированием от партий, движений, общественных организаций, и что это не органы, которые формируются по территории, что это органы, которые избираются именно коллективами фабрик и заводов, именно потому, что основой составительной, его материальной основой является завод-фабрикам, вот именно этого отражения в юридических документах того славного времени, к сожалению, мы не найдем. Я уже не буду говорить о том, что в середине 30-х годов в Конституции был привлеклен по существу территориальный принцип выборов, который приблизил систему избрания наших органов власти к парламентской, что в конечном итоге привело и к тому, чтобы эта форма наполнилась несвойственным советом содержаниям, и сначала мы имели советы по названию о парламенте по существу, по устройству, а теперь мы имеем парламент и по существу, и по форме, то есть мы имеем диктатуру буржуазии. Вот та мысль о том, что советская власть есть форма диктатуры рабочего класса, к сожалению, нашим народам, нашей партии в достаточной мере не была усвоена, и это значит, что отказавшись от этой формы, или утратив ее, или упустив из рук эту форму, мы упустили, утратили, и само содержание, саму власть рабочего класса, саму советскую власть. Вот почему мы должны сегодня не просто спрашивать, вы за советскую власть, или вы против советской власти, мы сегодня должны спрашивать, а что вы понимаете под советами? Что вы называете советами? Я должен сказать, что не только в нашей стране, но и в мире такая картина, а мне пришлось участвовать в совещании коммунистических рабочих партий в Брюсселе, где было представлено 85 партий, и я убедился, что там картина та же. Приехали люди, которые раньше нас с вами начали отмечать 80-летие Великой Октябрьской советской власти. У нас сложилось впечатление, что в России вот это первое мероприятие, когда мы отмечаем 80-летие советской власти. Но оказывается, что 2-го, 4-го мая в Брюсселе, недалеко от штаб-квартиры НАТО, собрались представители коммунистических рабочих партий, и недалеко от Королевского дворца, где восседал Альберт II, король Беги. И недалеко от штаб-квартиры фашистской партии «Фламандский блок» собрались коммунисты всего мира, которые выступают за Ленина, за Сталина, за диктатуру рабочего класса, против ревизионизма, который поселился в руководстве так называемых коммунистических рабочих партий. И вот те партии, которые собрались в Брюсселе, объявили, что путь Октябрьской революции – это путь освобождения мирового рабочего класса. И это название того семинара, на котором мы присутствуем. И когда видишь многих людей из самых разных стран, и из Филиппины, и из Африки, а в Южной Африке победил национальный фронт, куда входят коммунистические партии и профсоюзы. Когда видишь людей из Мексики, из Бразилии, а в Бразилии выходит ежедневная коммунистическая газета. Когда видишь людей из Азии, из Латинской Америки, и когда все пришли с пониманием того, что в 20-м съезде, в 56-м году, Крущев выбросил главный из марксизма, начал, так сказать, фронтальную атаку на марксизм, и за этой атакой поставили атаки в других странах и партиях, то сегодня коммунистическое движение, стряхнуло прах, этот прах ревизионизма со своих ног, и образовало патриотические партии, которые вышли на дорогу марксизма-ленинизма, на ту дорогу, которая может привести действительно к победе советской власти во всем мире. И идея о том, что вопрос о Советах, это не чисто русское и не чисто российское явление, а что это объективная форма существования диктатуры рабочего класса в любой сегодня мировой стране, он связан не с тем, где и как возникали Советы, он связан с тем, что социализм для своего существования требует власти рабочих христиан, требует диктатуру рабочего класса, а никакой другой способ организации власти, кроме избрания и отзыва коллективами своих депутатов, и отзыва самое главное, потому что это самый главный демократический принцип, никакой другой способ диктатура рабочего класса советской власти и прочного, подчеркиваю, прочного социализма не дает. Мы знаем, что можно какое-то время жить при социализме и без такого устройства, но удержать и развить социализм невозможно. А сегодня мы собрались не для того, чтобы обсудить, как просто создать советскую власть и обрадоваться, что вот у власти опять Совет. Мы сегодня собрались, как я понимаю, для того, чтобы обдумать, как создать такие Советы, и так их построить, чтобы они не разваливались, чтобы они укреплялись с каждым шагом своего развития и развитием экономики. Поэтому я думаю, что мы должны основной акцент сделать на материальных основах укрепления и развития советской власти. Скажите, пожалуйста, если речь идет о советской власти, кто должен осуществлять эту власть? Депутаты, которые избраны, пусть по коллективу, или весь класс? Ну, понятно, что если мы понимаем эту мысль так, что весь класс должен осуществлять, что все пойдут куда-то во власть или где-то будут заседать, то я думаю, что так не получится. Но ведь, если мы будем понимать эту мысль так, что ежемесячно на каждом заводе, на каждой фабрике, в каждом коллективе будет проходить в рабочее время, в оплачиваемое рабочее время собрание коллектива или конференции другого коллектива, которая будет рассматривать, что за это время сделали депутаты, избранные в этом коллективе. Нет ли таких людей, которые лучше сделают это и не устали ли товарищи, или не пора ли их заменить, и которые тут же будут решать вопрос о том, что пусть вместо этого депутата будет идти депутат второй, потому что смысл советской власти не в том, что депутат Сидоров представляет этот коллектив, а смысл его в том, какой коллектив представляет данный депутат. И если даже на каждое заседание будет приходить другой человек, то важно, чтобы был представлен завод, важно, чтобы был представлен колхоз или совхоз, чтобы его коллектив был представлен, а то, что люди будут меняться, ну это даже очень хорошо, пусть все пройдут советскую школу управления. Но самое главное, чтобы каждый месяц на таком собрании или на такой конференции этот вопрос обсуждался, и чтобы у людей для этого было время, и чтобы это время было оплачиваемо. А если вопрос будет так, как у нас стоял он долгое время, что, я скажу, вы чем занимаетесь в рабочее время, то это будет повторение такого безобразия, которое у нас имело место. Людям умственного труда можно весь день заниматься, весь рабочий день умственным трудом и трудом по управлению. Людям физического труда разрешается заниматься трудом по управлению, когда закроются парткомы и райкомы, когда закроются двери исполкомов, тогда вы можете выйти за ворота своего завода и пойти попробовать поучаствовать в управлении. То есть вопрос у нас во многом в нашей стране отчасти не по злому услуг и чаще всего не по злому услугу ставился не вполне материалистически, а идеалистически. Я говорю, давайте, товарищи, участвуйте, товарищи, начинайте в 8 утра, до 16.00, чтобы вы ни на минуту не отошли, боже упаси, ну а когда вы кончите, вы, наверное, мыться поедете, да? Потом вам поесть надо будет? Ну, теперь, пожалуйста, товарищи, можете возглавлять работу там в российском комитете, в рабочих, заседать в Совете рабочих, ну а до государственного управления вам уже никак не добраться. Поэтому, если мы сегодня говорим не суя о советской власти, не говорим в таком плане, что вот хорошо бы нам иметь бы советскую власть, бы за социализм, а говорим как люди, которые обогащены опытом не только революции, но и контрреволюции, если сегодня Россия может что-то дать миру, то прежде всего она должна понимание того, как не надо делать, не только как создавать советскую власть, это все изучили, а как ее испортить, как не надо ее портить, и как не надо ее ломать, и как не надо ее упускать, и как не надо передавать завоеванную власть с кровью и в боях людям, которые, как говорится, являются захлебетниками, вот я думаю, что мы прежде всего должны подумать об этом. Второе. Депутат. У нас записано было в программе партии, что в дальнейшем, в программе, которая была принята на восьмом съезде партии большевиков, в дальнейшем, при общем, увеличение производительности труда, сокращение рабочего дня до шести часов с обязательством для каждого трудящегося два часа уделить военному, обучению военному профессиональному искусству и практическому обучению техники государственного управления. И вроде бы это было куда-то перенесено в будущее, что вроде бы раз это записано в программе, то это вопрос будущего. А может быть это записано в программе не потому, что это вопрос будущего, а потому, что если этого не делать сразу, не делать хотя бы для депутатов, тогда это так называемая советская власть является властью людей, которые от имени советской власти денно и ночно занимаются другими вопросами. Так называемые профессионалы, которые свой профессионализм используют для борьбы против советской власти. И пусть рабочий и крестьянин в 15-20 раз способнее и умнее того или иного интеллигента, но если интеллигент целыми днями занимается тем, как уничтожить советскую власть, а рабочий и крестьянин после работы пытается за полчаса, за полтора часа ее укрепители восстановить, я думаю, что итог этой борьбы будет однозначным. Советская власть будет утеряна. Мы, я думаю, здесь собравшиеся меньше всего будем выступать против профессионализма. И я, скажем, выступающий здесь считаюсь профессионалом и руководитель нашей конференции, председатель комитета, кандидат философских наук, декан исторического факультета областного педагогического университета, товарищ Казионов, профессионал, здесь сидит кандидат экономических наук Галко, профессионал, здесь сидит доктор экономических наук Золотов, профессионал. Мы не будем выступать против профессионализма. Здесь есть профессиональный журналист, товарищ Четарчук Геннадий Иванович. Мы ни в коем случае не будем выступать против профессионализма. Но если рабочий, два дня из пяти дней в неделю, рабочий, избранный депутатом, посвятит дело управления государством, он, во-первых, останется рабочим, а через три года он будет человеком, который год, год отработал в управлении государством. В большей сфере является профессионалом управленцем, не переставая быть рабочим. У нас получилась непереходимая грань. Или ты рабочий, и тогда ты можешь пойти управлять государством, но перестань быть рабочим. У нас весь аппарат был сформирован из рабочих. Вышли мы все из народа, как нам вернуться в него. Весь партийный государственный аппарат. Почти сплошняком. И что мы имели? Юриста-механизатора Горбачева, который попрал все, что было завоевано и все, что было создано. Но ведь дело-то не в Горбачеве самом, а раз упустили. Если такой, как Горбачев может власть забрать, так хороша же, крепка же эта власть, которую можно вот так вот запросто отнять. И рабочие крестьяне открывают рот и слушают, что им скажет этот проходимец. А рабочие крестьяне должны быть профессионалами в такой степени, чтобы их любой проходимец куда угодно завести не мог. И чтобы он не мог словами отобрать то, что было завоевано в боях. Поэтому вопрос о том, чтобы написать статью, выступить на конференции, вопрос о том, чтобы проверить, проконтролировать работу того или иного государственного органа, разобраться в бухгалтерской документации, пойти и проверить, как работают банки, научиться работать на ЭВМ, изучить иностранный язык, чтобы не могли, так сказать, при процессе перевода перевести совсем не то, что говорили. Вот это все элементы, которыми должен овладеть рабочий класс, и без этого нечего разговаривать о власти рабочего класса. Нам второй раз вывеска диктатура рабочего класса, власть рабочего класса, советская власть, мы все коммунисты, не нужна. Мы уже усвоили известное изречение Козьмы Прускова, что если на клетке слона написана надпись Буйвол, не верь глазам своим. Не надо нам поддельных советов, не надо нам этих 18 миллионов пустых выдуманных коммунистов, которые, ну если бы войну в условиях фашистского наступления имели подпольные организации партийные в пилу врага, а здесь стоило написать бумажку Ельцину о том, что, так сказать, закрывается партия. И боевые, так сказать, в кавычках, что имя партии взяли под козырек и пошли. А что, в кого-нибудь стреляли в центральном комитете или в окомах партии? Или что, кого-нибудь ударили кулаком? Или демократы пальцем тронули того, кто ушел из этих всех зданий и учреждений? Не было этого. Можно в чем угодно обвинять демократов, они пальцем не тронули. Граждане ушли в надежде, что их привлекут к новой власти, к новой в кавычках, то есть к старой, к буржуазе. И что они по-прежнему будут, у кормила власти стоят и буфетами пользоваться. И может не всех, кто меня-то лично, как некоторые надеются, позовут, поскольку я профессионал. И мы знаем, что многие профессионалы там сидят. Но все же мы понимаем, что, скажем, если человек до 50-60 лет служил коммунистической идеей, как Ельцин, ну он же не 15 лет, не 17 лет он передумал. Значит он служил не коммунистической идеей, значит он служил одному. Как бы быть при власти при теплом месте? Сегодня он готов и головки разоружить и перенаправить на фабрики и заводы своей страны. Только лишь бы удержаться и уследить власти. Так вот, следовательно, товарищи, главным вопросом, является вопросом о том, чтобы класс был готов. Класс был готов к завоеванию и удержанию советской власти. Класс сегодня рабочий в России, к завоеванию и удержанию советской власти не готов. И поэтому нам не так надо кричать, что долой тех, ну долой, ну тех долой, другие придут, других долой, третьи придут. Там же ведь как в метро с эскалатора сходят, там все время новые, новые, новые. И поэтому, если мы просто будем менять, мы просто каждый раз будем успокаиваться, что вот другие пришли. Что, Ельцин лучше Горбачёв? Или вместо Ельцин придёт Явлинский? А вы не помните, что Явлинский требовал в 93-м году, чтобы танками давили людей? Или мы не знаем, что он прямой проводник к американскому влиянию в России? Или что Гайдар оружие раздавал, чтобы убивали защитников советской власти? Что там мало таких людей? Да сколько угодно. Поэтому весь вопрос в том, чтобы и рабочий класс был в состоянии свою власть осуществлять, чтобы нельзя его было обмануть. Вот задача, которая перед нами стоит. Но есть вопросы и финансового порядка. Если я осуществляю советскую власть как рабочий, так извольте мне выделить время для этого в течение рабочего дня, и извольте это время по среднему заработку оплатить. А если на меня будут смотреть, так сказать, товарищи из бригады, что я, значит, у них на шею вешу, потому что я пошёл заниматься партийной или комсомольской работой, или советской, то это ни к чему не приведёт. Почему можно содержать профессора всему рабочему классу? А почему рабочий класс не может своих рабочих в течение двух часов в день или двух дней в неделю содержать, если он хочет свою власть держать? Почему так стоит вопрос? Вот поэтому речь идёт не просто о том, чтобы объявить, что вот он депутат, а чтобы депутату были предоставлены соответствующие условия. У нас в известной мере это условие выполнялось, в известной мере. То есть депутата вас упрождали на сессию раз. Депутатам предоставляли один день в месяц. Скажут, одни профессионалы, значит, целый месяц с утра до вечера занимаются борьбой против советской власти, а депутату, рабочему, крестьянину один день за этот месяц, чтобы он её обратно восстановил и укрепил. Кто победит? Я думаю, это несоразмерная вещь. Здесь серьёзно надо ставить вопрос. Ну, конечно, не три дня в неделю, потому что тогда он будет не рабочим, а умственным работником, а значит, два дня он будет просто на работе рабочего. А вот если он два дня работает не рабочим, и три рабочего, он рабочий. Но это рабочий, вот тот, который у нас и будет в конце концов. У нас все будут работниками, когда будут уничтожены классы. И как они будут уничтожены? Будут все люди выполнять и умственный, и физический труд. И одни, и другие обязанности. Ну, а какая экономика может это обеспечить? Я думаю, что сегодня всем ясно. Тем, кому не ясно теоретически, а это можно усвоить из теоретических экономических произведений, тем должно быть ясно практически, что рыночная, товарная экономика не может дать возможности рабочим и христианам управлять государством. Она даже не может дать возможность им получить образование. А сегодня это образование начинает становиться платным повсеместно, и это главное средство дохода становится очень многим. Она не дает возможности им даже быть здоровыми, не дает им возможности выучить своих детей, и тем более ни в коем случае не даст им времени для участия в государственном управлении в своих интересах. Но если вы захотите участвовать в интересах у разного государства, это допустимо. В Германии, как бы нам, в пример, есть производственные советы. На каждом предприятии с численностью работников более пяти человек. И они работают в рабочее время. А если у вас в силу сменности совет собрался во мне рабочее время, значит вы получите дополнительное время, и получите деньги за это участие. Но, боже упаси, там заниматься политическими вопросами. То есть то, что вот у нас нет, получилось, имеет место уже в современной капиталистической экономике в ряде стран. Это объективное требование научно-технического прогресса. Нельзя научные достижения внедрить без рабочих, без исполнителей, без того, чтобы они сами участвовали в проведении научных идей в жизни. На каждом рабочем месте. Поэтому и буржуазия, и она грамотная и умная буржуазия, в отличие от нашей, которая вышла из бывших партийных чиновников и болтунов-демократов, если это умная буржуазия, она даже для максимизации прибыли должна заниматься организацией рабочих и их участием в управлении производством. Но, разумеется, в своих интересах. Тем более рабочий класс, если он хочет, тоже участвовать в осуществлении научно-технического прогресса. И на основе научно-технического прогресса построить рост и развитие благосостояния экономики, он должен подумать о том, чтобы экономически каждый был обеспечен. Это участие в управлении было обеспечено. Как же называется эта экономика, которая построена на экономии труда? Эта экономика есть не товарная, не рыночная, а непосредственно общественная, планомерно организованная хозяйство. Основанная не на стоимости, а на потребительной стоимости. На потребительной стоимости, смысл которой для предметов потребления состоит только в одном, создавать условия для развития человека. Вот жвачная, скажем, резинка условия для развития человека не создает, она условия создает для развития челюстей. И для того, чтобы человек жевал во время выступления, разговоров с своими товарищами, во время концертов, филармоний и так далее. А в отношении средств производства, потребительная стоимость техники состоит единственное в одном, сэкономить человеческий труд. Нам не важно, какую форму, какая цена этой техники. Если она экономит больше труда, чем пошло на производство этой техники, она выгодна. А если мы бы сделали такой трактор, который в колхозе, на полях, в селе, не экономит даже столько труда, сколько пошло на его выпуск и на ремонт этой техники, такой трактор не нужен. Не нужен такой бульдозер, не нужен такой станок. То есть мы должны менять поколение техники в зависимости от того, сколько они экономят труда. Сэкономленный труд, это труд, который по старой буржуазной привычке можно, как говорится, вбухать, употребить на производство вещей и этими вещами окружить человека, который не имеет свободного времени для своего развития. И того же самого рабочего и христианина оставить в прежнем положении. Можно это сэкономленное время перевести в свободное время общества. То есть часть, скажем, направить экономии на увеличение материальных влаг, как основы материальные для развития. Нужно на чем-то сидеть, нужно обогреваться, нужно освещение, без этого нельзя двигаться вперед. Но часть нужно, как говорится, взять живьем, как свободное время. В свободное время общества живет вся та часть общества, которая занимается умственным трудом. Здесь есть две принципиальные дороги, два пути. либо социализм после установления советской власти пойдет по той дороге, что вот время будет сэкономлено, вырастет свободное время общества, новые люди, бывшие рабочие, лидеры, рабочих и крестьян сядут за новые столы, и, так сказать, все меньше будет рабочих и крестьян, власть которых будет все более зыбкой, и все кончится тем, чем оно кончилось у нас в стране на сегодняшний день. Либо мы пойдем по другой дороге, мы скажем, что рабочих и крестьян не будет меньше теперь ни одного человека, никогда. А если у нас идет прогресс техник, если у нас сэкономленный труд, если у нас есть возможность увеличить свободное время, так давайте увеличим свободное время рабочим и крестьянам. И будем им там с каждым шагом развития техники, с каждым шагом технического прогресса увеличивать будем им свободное время, как время для свободного развития. И когда рабочий или крестьянин будет четыре часа заниматься материально-производительным трудом, добывать хлеб насущный для себя и для всех членов общества, а пять часов он будет заниматься делом управления, делом науки, культуры, и образованием, и заниматься своим собственным развитием, развитием, воспитанием своих детей и молодежи, то каков этот человек будет определяться не тем, что он делает в свое рабочее время, а тем, что он делает в свое свободное время. И как говорил Маркс, не рабочее время будет мерилом положения человека в обществе, а его свободное время. Вот что будет решать объективно. Объективно, материалистически это будет решать, каков человек. А сегодня мы спрашиваем, ты токарь, слесарь или пекарь? Или ты юрист, или ты экономист? Или ты учитель, или ты профессор? Этим почти все сказано. За известными редкими исключениями. Мы знаем, что и капиталист может быть коммунистом, и рабочий может быть негодяем. Тут в обществе все может быть. Но есть массовые факты, а наука занимается массовыми фактами, что власть рабочая, должны осуществлять прежде всего рабочие, потому что сами условия жизни их толкают тому, чтобы бороться с бюрократизмом, чтобы не любить всякую болтовню, и чтобы знать, как на самом деле, что получилось. Потому что нарисовать интеллигент, может любые схемы, но любые рабочие на заводе увидят, что изменилось в жизни, скажут, ничего не изменилось, или стало хуже. Вот чтобы мы не отрывались от бренной жизни и земли, нам нужно идти по этой дороге. Поэтому если мы хотим идти по линии развития социализма и уничтожения класса, нам нужно сэкономленное время направлять на увеличение свободного времени, оплачиваемое увеличение свободного времени рабочих и крестьян. Вот ради этого мы должны взять власть. Для развития действительно всех членов общества, а не для того, чтобы появились еще некоторые образованные люди, и которые использовали свое образование еще и для своего материального обогащения. Сегодня торгуют своим образованием, чем дальше, тем больше. От народа получили, бесплатно их учили, бесплатно лечили, и вот теперь приторговывают своими знаниями, для того, чтобы ободрать тот самый народ, который их содержал, который их воспитал. Для организации советской власти, как мы видим, нужно, чтобы весь класс был организован. Поэтому я хочу спросить, а какая организация существует во всем мире, в которую входит почти весь класс? Такой организацией является только профессиональный союз. Поэтому, так сказать, обыграть, обойти этот вопрос, сказать, что мы без профсоюзов сейчас сорганизуем рабочее классное взятие власти, возьмем власть, устроим советскую власть, это не серьезные ребячьи попы, без того, чтобы профессиональные союзы не обеспечивали зал, не задумывали об оплате, не думали об освобождении. Вот без этого, и без того, чтобы первым делом профсоюзная работа так была устроена, что не только председатель правкома, а может быть как раз члены правкома по очереди, или вот все то время, которое освобождается от производительного труда, использовали для общей работы, в интересах своих работников. Кто сказал, что нужно освободить одного председателя правкома или его заместителя, а может быть нужно освобождать по очереди всех членов правкома? Или вообще не освобождать председателя правкома? Кто сказал, что нужно так использовать это самое рабочее время? Вот уже в профсоюзном комитете у нас получаются люди, чиновники, профсоюзные боссы, которые отрываются, не вообще от народа, а от своих же, рабочих, из которых они только что вышли, и становятся отъявленными негодяями. И мы это наблюдаем на очень многих фабриках и заводах. Поэтому вот этот принцип мы должны провести уже во всей нашей профсоюзной работе. Ну а можно этот принцип провести, потому что вы должны были на собрании профсоюзного года с этим выходить, не выступать. Невозможно. Профсоюзные, профессионалы, тертые калачи, они свое дело знают, и им может противостоять только более высокая организация, чем профсоюз. Более высокой профессиональной организацией, чем профсоюз является партия. Тот, кто думает, что можно вот эти проблемы, о которых мы говорим, решить без партии, тот человек наив. Тот испуг, который у нас был в строительстве, говорит, о, хорошо, я из партии ухожу, не буду взносить платить, не буду на собрания ходить, не буду ездить. Тот испуг постепенно проходит, потому что люди осознают, что в буржуазном обществе, в буржуазном, а мы живем в буржуазном обществе, без партии вообще нельзя. Рабочим нельзя, потому что их затопчут, а буржуазии нельзя, потому что их затопчет другая буржуазия. Если вы возьмете сегодня любую буржуазную страну, маломайский разница, Англию, кто не знает, какая там партия власть, естественно, сейчас ли борисцы были консерваторы. Америку. Там либо демократы, либо республиканцы. Но там таких идиотов-то нету среди президентов, которые говорят, я никакой партии не принадлежу. У меня команда есть. Командой можно играть в футбол. Командой можно разграблять страну. Командой можно выполнять указания заморского дяди. Но командой управлять созидательными процессами в стране нельзя, потому что нужно иметь единый устав, единую программу. Я говорю, для любого класса. Для этих безграмотных буржуа, которые думают, что они тут что-то сделают. А они в итоге оказываются просто ставленниками другого класса, другой стране. Раз у нас нет таких политических партий буржуазных, значит другие буржуазные партии. Они конкретно буржуазные партии из Америки управляют нашим правительством, нашим президентом и нашим государственным аппаратом. И они обеспечивают его плавные движения в заданном направлении. И если мы с вами взяли срыть землю, и нам нужно вырыть большую яму, или, так сказать, холм насыпать, то это вовсе не значит, что нужно взять и руками начать рыть. Ну не значит это. Всякий опытный человек знает, что надо пойти и взять лопату, это первое. Потом надо взять эту лопату, наточить, не спешить. Потом надо посмотреть, не вес или черенок, так сказать, за усенцами, чтобы ногами, руками занадет. А вот потом надо одеть рукавицы, взять сапоги, и потом только идти рыть. Это если маленькая, канава или небольшой холмик надо накопать. А если это большой, так надо об эскаваторе подумать. Так вот, если мы понимаем, что даже в таком элементарном деле, как копка земли, не обойдешь без инструмента, без метода, ну как же можно в политику врезаться, защитить интересы народа всего, а вот так я пойду, один буду защищать грудью, пойду и что сделаю я? Ну что я сделаю? Ничего, меня сомнут и уничтожат. Значит, нужна организация классовая, организация его авангарда, самых умных, самых сознательных, самых организованных, самодисциплированных, самых сплоченных. И эта организация называется партия. Никакой советской власти, никакого возрождения социального, без партии рабочего класса нет и быть не может. И эти игры, с тем, что я не в какой партии, я так и поставил, посмотрю. Эти игры печально заканчиваются прежде всего для нашего русского народа. Русский народ, как и любой народ, не может учить свою судьбу в наше историческое время без своей партии. И если он не создаст такой партии, он вымрет как народ. Поэтому я хотел бы вопрос поставить, последний, заключительный вопрос своего доклада в следующем образом. Поскольку, как мы наблюдаем, другие народы не переживают периоды контрреволюции, и они могут прожить еще и при буржуанном строе для русского народа, который 70 лет жил при социализме, который является не просто создателем советской власти, а который положил на алтарь советской власти миллионы жизней. Он защищал ее не только в гражданскую, но и в Великую Отечественную войну. Русский народ сросся с коммунизмом и с идеей, и с практикой коммунизма. Поэтому выступление против коммунизма, топтание коммунизма, антикоммунизма, весь выступление против русского народа, это его национальное унижение и принижение. Поэтому можно сегодня сказать, что для русского народа вопрос возрождения советской власти, это вопрос его жизни и смерти. Это вопрос выживания и спасения русского народа. У нас в общественно-политической жизни закрепилось безобразное деление на, дескать, коммунистах и патриотах. Я хотел бы здесь совершенно четко и однозначно и точно научно сказать, что тот, кто сегодня в России не выступает за советскую власть, которая является формой диктатуры рабочего класса, не является патриотом, а только пытается прикроить себя обманным путем имя патриота. Патриоты сегодня только те, кто работает на ниве возрождения и укрепления в дальнейшем советской власти. То, что это можно сделать, мы видим на многих практических делах. Но тот, кто был в прошлую субботу здесь, тот мог убедиться, что за одну неделю этот дом, который представлял собой холодное здание, совершенно не приспособленное для жизни, разобранное нашими людьми, которые выполняют указки демократов по разрушению, он видел, как преобразовался этот зал, этот дом, когда за это дело взялись люди, которые знают, для чего делают, и понимают, что нужна материальная основа даже для конференции, посвященной советской власти. И мы находимся сегодня, мы выполняем, можно сказать, золотую мечту Виктора Ивана Чампила на освобожденной территории Советского Союза. поскольку этот дом, арендован Советом Рабочих Ленинграда, этот дом находится под юрисдикцией власти Совета Рабочих Ленинграда. И я думаю, что мы должны очаги, элементы этой власти вводить в повседневную жизнь дальше и больше. И когда у нас будет много Советов на крупнейших предприятиях и в ряде крупных городов, тогда наступит время, когда можно будет разгласить лозунг «Да здравствует советская власть!» О переходе власти к Совету. И вот тогда можно будет говорить и о другом, о чем сегодня многие в политике говорят. Тогда сначала будет воевласти, а потом, поскольку мы убеждены превосходской советской власти и в силе советской власти, поскольку, как всякая власть, я думаю, что эта власть будет иметь органы для защиты своей. С каждым советом должна создаваться дружина. Я думаю, что и тут вы чувствуете, что мы находимся по патронажам дружины. Это неразрывный процесс. Не может быть советской власти даже элементов Совета, которые не охраняют порядок, которые не обеспечивают дисциплину, которые открывают уши и думают, что можно тут так просто тебя вести, что ничто не контролирует и ничего не замечает. Нет, советская власть должна быть строгой властью, которая изначально понимает, что будут попытки ее свалить, испоганить, испортить, разломать и так далее. Но если мы извлечем уроки, о которых идет речь, если мы эти уроки извлечем не только теоретически, но и практически, а наша конференция не только научная, но научно-практическая, она не ради науки, а ради того, чтобы эти научные выводы были проведены нами в повседневную жизнь. Вот тогда мы действительно получим возрождение советской власти. Конечно, это все начинается с малых дел. Известна такая притча, когда идут путники, встречаются одного человека, который обтесывает камень. Его спрашивают, что ты делаешь? Он говорит, камень чешу. Идем дальше. Встречаем такого же человека, который делает ту же работу, обтесывает камень. Его спрашивают, что ты делаешь? Строит дворец. Вот я хочу пожелать всем участникам нашей конференции, когда мы будем обтесывать камни, то есть делать маленькую, невидную, незаметную работу, рассматривать эту работу и выполнять именно как работу, проникнутую одной идеей. Возрождение, воссоздание, а в дальнейшем укрепление и развитие советской власти. Спасибо за внимание. обозначено в названии нашей конференции. Ко второй половине вот этого зала сейчас выступала наука, а я вот от практики. Значит, я представлю, чтобы было понятно, я регулирующий радиоаппаратуры на заводе электромашного Красная Сорова, представитель Совета Трудового коллектива. Член Российской коммунистической рабочей партии, Член Центрального комитета. Ну, если дальше перечислять, члены Российского комитета рабочих и так далее. Когда я сюда ехал, перед тем, как сюда ехать, я, естественно, у себя на предприятии поговорил с рабочими, познакомил. Вот с тезисами, очень широко у нас на заводе это все было распространено, и люди высказали несколько пожеланий. Так что, в базовой тезисе доклада Михаила Васильевича, значит, пожелание главное какое, это не только от рабочих нашего завода, но и от рабочих, которые здесь присутствуют, во всяком случае, от тех, кто непосредственно в рабочем движении, с которыми я имею дело в повседневной своей работе. Значит, главное пожелание, чтобы мы отсюда уехали с четким пониманием, что такое советская власть и ее необходимость, методы, способы формирования и удержания. Почему? Потому что сейчас большинство рабочих, понимая, что нынешняя ситуация абсолютно безобразна и для них непригодна, понимая, что это смерть, уничтожение нации, не знает, куда идти дальше, за что бороться. Мятно, сформулировано, к сожалению, в трудах даже Ленина вот нынешняя ситуация к сожалению не описана. Я считаю, главной задачей нашей конференции вооружить идеологически рабочий класс для дальнейшей деятельности по созданию церкви власти. Товарищи, товарищи, предупреждаю, регламент приняли, порядок есть порядок, давайте, значит, свободно не вставать, не уходить, мы же серьезные люди и прекратиться разговоры в шумном зале. Тяжело работать так, в русских. Уважаемые товарищи, мы видим, что борьба за власть рабочего класса, за советы, дело не только рабочего класса России, видимо, из выступления, это дело всех, кто борется за социализм. Рабочий класс любой страны, борющийся за свое освобождение, должен создать свою власть в форме Совета. Вероятно, будут какие-то видоизменения, но сам советский принцип формирования основной ветви власти через трудовые коллективы, мне кажется, незыблем, и вот, насколько я понял, наши товарищи из Турции против этого не дрожали, эту идею поддержали, хотя сказали, что, вероятно, сказать, что... власть построена по кварталам, она будет дополнять и помогать вот этой главной вины. Мы знаем, что парижская коммуна строилась тоже не через заводы и фабрики, а строилась по кварталам, потому что было еще мало заводов и фабриков, но, между прочим, поэтому парижская коммуна, видимо, и не удержалась. Я бы хотел остановиться вот на чем. Мы справедливо говорим, что советская власть это форма диктатуры пролетариата, российская форма диктатуры пролетариата. И мы видим и прекрасно вот теперь, так сказать, еще лучше понимаем, что эта власть будет утверждаться в борьбе, в суровой борьбе. Это тоже видим. И, видимо, даже условия для этой борьбы более суровые, скажем, в Турции, чем в России сегодня. Видимо, благодаря тому, что вот так сразу завоевания не отдаются. Боятся так еще наступать и напирать. Но я хотел бы обратить внимание и на другую сторону. Понятно, всякая власть государственная предполагает насилие, но диктатура пролетариата и советская власть имеют и другую сторону. Ведь чем пытались нас побить демократы? Они говорили, вот вы за диктатуру пролетариата, а мы на демократии. Демократия – это права личности и так далее, и так далее. Я думаю, мы должны сказать следующее, что советская власть, поскольку она подавляет это диктатура, безусловно. Но советская власть – это форма, которая позволяет подняться рабочему классу. И не просто классу вообще, а каждому рабочему позволяет влиять на государственные дела. Ведь мы не случайно здесь, и профессор Попов совершенно справедливо вратил на это внимание, что делать не только в том, что депутаты властвуют. Важно, чтобы, так сказать, рабочие фабрики заводов могли иметь время для того, чтобы выбирать депутатов, контролировать их деятельность и отзывать. То есть властвовать должен класс. Властвовать должен класс. И советская власть дает возможность для того, чтобы каждый рабочий влиял на борьбу всего рабочего класса. Поэтому советская власть – это форма самоуправления рабочего класса. Почему важно обратить на это внимание? Есть многие, так называемые, левые силы, которые сводят, выставляют какую-нибудь вот вы за диктатуру полетриата, а мы предлагаем нечто более высокое самоуправление. А у нас стало и в вчерашний день. Вы – 20-е годы, а мы вперед смотрим. Самоуправление – это путь в будущее, 21-й век. Ну, скажем, с этим выступает Бузгарь, небезызвестный, в том числе и в Западную Руэль. Но как понимают это самоуправление? Это самоуправление в рамках хрустов и, так сказать, объединения по общим интересам. Экологи, зеленые, так сказать, профсоюзы и так далее, и так далее. Вот это самоуправление. Но они не берут самоуправление, которое позволяет рабочему классу отчислаболить себя и построить коммунизм. Самоуправление рабочему классу организованного как классно. Самоуправление, которое осуществляется через советскую власть. И поэтому, я думаю, можно поставить так вопрос. Кто вот и только тот человек выступает за действительное самоуправление, кто выступает и признает, помогает строить советскую власть и диктатуру пролетариат. И нельзя одно отрывать от другого. То есть, я думаю, что нам, может быть, в этом смысле стоит защититься от тех, кто пытается нас критиковать как бы слева. Они говорят, вы только за насилие, вы только за диктатуру, а вот мы предлагаем нечто более высокое. Вот я говорю, что нет ничего выше с точки зрения самоуправления, кроме советской власти, построенной через трудовые коллективы. И поэтому нам такая критика не страшна, и мы можем, сказать, спокойно, совершенно отстаивать идею советской власти и диктатуру пролетариат. Потому что, еще раз застряю внимание, это и есть форма самоуправления рабочего класса. Поэтому мы, выступающие на советскую власть, настоящие сторонники народного самоуправления в самом широком смысле. Я думаю, что действительно самоуправление это управление требует сознательной деятельности, сознания, плана. Случайно самоуправление не построишь. Случайно советский власть не построишь. Действительно нужна партия. Я обращаюсь к тому, о чем говорили товарищи Попов и Кудрявцев. И нужна не просто партия, а такая партия, которая уже в своей деятельности эти принципы самоуправнические отстаивает. Партия, в которой в руководящих органов большинство рабочих, и они действительно играют решающую роль в самой партии. партия, которая тратит время не на освобожденных работников и деньги, а на освобождение рабочих, которые остаются рабочим. Почему это важно? Ну скажите, пожалуйста, человек, который привык к персональному кабинету, ставки и носит костюм за тысячу долларов, все прекрасно, так сказать, сегодня оценивают, что называется, прикид, неужели он серьезно может допустить принятие, по своему просто мировосприятию, допустить, чтобы рабочие управляли и профсоюзами и государством. Нет, для него рабочие, это сила, которая ведет его личная власть или там его ближайших сторонников. Ну и с этим умер социализм в России. Если так дело останется, никакого социализма не возродить. Поэтому, когда мы считаем, скажем, я хочу сказать, для выяснения, есть не поспорить с некоторыми партиями, которые вносят высокие названия, скажем, в догладе Дюганова на съезде Коммунистической партии Российской Федерации овладеть массами, ну все, значит, возвращается на округи свои, а не идти к рабочему классу, не помогать проводить забастовки, а надевать массами. Когда мы считаем, что советская власть тем хороша, что она позволяет выдвигать депутатов от трудовых коллективов, заметьте, не избирать, а выдвигать, мы видим, что опять все возвращается к прежнему, что партия будет решать, коллективы будут выдвигать, а в конечном счете все избирается по указке партии, она всем распоряжается. Значит, люди повернуты в прошлое, и такие люди, какие бы правильные слова ни говорили, не способны организовать рабочий класс, не способны привести к победе советской власти и возродить социализм. Хотя слова о том, что или социализм, или гибель России, сами все совершенно правильно. Поэтому все начинает надо с партии предъявлять самые высокие мерки портения жизни. Мне кажется, что рабочая крестьянская российская партия, членом которой я и являюсь, эти принципы сформулировала, не просто она их сформулировала как принципы, но проводит свои жизни. И, скажем, Владимир Михайлович Кудрябст, совершенно верно, вспомнил, что он создавал и российскую коммунистическую рабочую партию, но сегодня он возглавляет, в числе других товарищей, рабочая крестьянская российская партия, потому что партия нашла эти деньги, он ведет, так сказать, работу в коллективе тоже, так сказать, за счет освобожденного времени и другие товарищи. То есть эти принципы пробуждаются и мы можем сказать на вопрос, кто ваш лидер, не называйте человека, который, как может, фокусирует на себе внимание всей партии и, так сказать, персоны такая. Наши лидеры, это те рабочие, которые не просто призывают делать, но и делают продавую коллективу всю ту работу, которая приведет к подрождению советской власти. Поеху выступать, знаете, что в омут бросаться, да? И вот, готовясь к научно-практической конференции, я, в общем-то, бежал и предложил всему нашему профессорскому составу приехать сюда, вот поговорить профессионально на эту тему, да? И вот, практически, значит, представляю, как говорится, рабочий человек, модельщик завода «Иктикмаш», когда вот эти идеи, заложенные вот в этом, в докладе, не реализованы в нашей практике, да? Когда вы больно говорить и думать, выражать себя не научились, а больше вот выражали через рабочие руки, так что прошу прощения. Вот, бегая по библиотеке, когда узнал, что, в общем-то, никто ничего не хочет, делая, в районных библиотеках я не нашел ни одного материала по рабочему совету, хотя они лежали чуть ли не на каждой полке. Их не было, в районных нет, и два экземпляра только в научной библиотеке оказались. То есть, это что доказывает? Что, значит, эту литературу изымают из библиотек, да? То есть, значит, они как вот наши классовые противники понимают, что в этом сила, сила, да? И с этим надо как-то бороться. Вот, значит, у меня такое вступление. Но, вышли мы здесь как-то поговорить о экономических основах советской власти, чтобы вот найти, как говорится, этот оптиум, да? То есть, главную задачу, не опускаясь до частности. Я вот так понимаю, да? Вот это выдвинуто вперед. Михаилом Васильевичем куда-то глубоко вперед, далеко, еще что-нибудь. И вот против этой стратегической задачи, ну, стратегической задачи, никуда не денешься, никаких возражений нет. Ну, нет никаких возражений здесь, и вот в социалистической системе, и, в общем-то, вот в этом докладе заложена система справедливости. Принцип справедливости, это принцип святой. Так ли, сейчас нам вот подсунули эту проблему свободы, которая не решена практически, и вот мы, значит, цапаем друг друга, кто свободнее, кто как-то сильнее, а там вот в этой социализме заложена идея справедливости. И я вот, как говорится, тут один у нас высказывал, можно сказать, что все вы здесь святые люди. товарищи, тише, я начинаю. Дорогие товарищи, свое небольшое выступление я хотел бы начать необычно с двух вопросов. И пусть они вам не покажутся наивными, ну и ответы на них очевидны. Первый вопрос. Можно ли создать советскую власть без рабочего класса? Можно? Можно. Нет. Так можно, что ли, создать советскую власть без рабочего класса? Не слышу. Нет. нельзя. Нет. 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 Правильно. Понятно. И второй вопрос. Можно ли создать советскую власть без организации рабочего класса? Нет. Нет. Правильно. Нет. Вот об этом и хотелось бы сегодня поговорить на этой конференции. Вот как я председатель Совета рабочих, то значит руководитель движения рабочего в какой-то степени, сопредседатель Российского комитета рабочих, ну, зная ситуацию в России в этом вопросе. Мы это еще понимали в 90-м году в апреле. Мы это кто? Значит, вот те, кто сегодня здесь вот сидит в этом зале. которые бросили участки, которые приехали, значит, на деньги, заработанные в неурочное время. Я имею в виду рабочий класс, прежде всего других городов. Да и ленинградцам оказывается не так просто сюда. Берегу 5 тысяч стоит до Саблина. 10. Попробно. Поэтому, начиная наше коммунистическое и рабочее движение в апреле 90-го года, инициативное так называемое движение КПСС, мы поставили своей первой задачей и самой главной возрождение советской власти через создание советов рабочих на предприятиях. Это было четко записано и никто, по-моему, не возражал тогда значит в нашей в нашем движении. Мы были тогда откровенно скажу в эйфории. Были немножко наивными. Мы думали как? Эти вопросы очевидны. И объяснять никому не надо, что это на самом деле так. Так надо было действовать. Но мы глубоко ошибались. думали объявим лозунги, сделаем программу красивую и народ за нами повалит. Но время показало реалии жизни, практика нашей работы, что это далеко не так. Мы так в своем значит вот последнем перестроечном периоде значит так далеко зашли в такие дебри, в такое болото значит нас завели. Что мы значит мы то кто этим делом занимался мы понимали что происходит. Но народ он думал что мутная вода пройдет значит все будет свежо и все встанет на круги своя. Сколько мы доказывали рабочему то значит не вернется ничего. Вода мутная не пройдет. Горбачев говорил приватизируем магазины только где пять человек. Значит ему говорили тогда вот я например говорил что где пять там завтра будет пятьдесят приватизировано а потом и пятьдесят тысяч что и начали в горьком делать с автозавода. так с чем же мы пришли с каким багажом мы рабочее коммунистическое движение к восьмидесятилетию октябрьской социалистической революции все те силы организации кто болеет искренне за судьбу страны должны подвести итоги своей деятельности своей работы своей борьбы за дело рабочего класса если такова и была на правильном ли мы пути находимся мы это и наша партия и рабочее движение в котором мы работаем и которое мы возглавляем мы можем ответить утвердительно на этот вопрос да мы на правильном пути хотя на этом пути в своей работе мы не избежали ошибок что мы можем записать сейчас в свой актив с помощью российской коммунистической рабочей партии с девяносто первого года по всей России были созданы советы рабочих а также советы рабочих крестьян специалистов и служащих в нижнем Новгороде было проведено два съезда советов рабочих один рабочих второй рабочих крестьян специалистов и служащих на этой базе были созданы советы рабочих на заводах, на ряде заводов, в ряде городов, а также в цехах. На конец февраля 1994 года было образовано объединение РОРО, российское объединение рабочих организаций. Штаб-квартира и руководить этими организациями, значит был избран российский комитет рабочих, штаб-квартира которого расположена в Нижнем Новгороде, который проводит регулярное совещание. Последний будет в октябре, я приглашаю всех, значит в Нижний Новгород. Последний был, извиняюсь, у меня записано следующее. Российский комитет рабочих, значит, можно было бы много рассказывать об этой организации, значит, но времени, за недостатком времени я не буду, значит, только скажу, что же все-таки мы делали. В последнее время мы отказались от митинговщины, значит, ведь мы занимались, ну, буквально чем угодно. Наши лидеры, да и не лидеры, махали шашками с трибун, значит, организовывали чего угодно, сбор подписей, ну, ну все. Но только очень и очень малая часть занималась простой, черновой, неблагодарной ни в каких отношениях работой, то есть работой в трудовых коллективах, где работать очень и очень непросто. Значит, что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем совместно с Фондом Рабочей Академии разработаны ряд документов для практической работы в трудовых коллективах. Проект закона о трудовом коллективе, проект закона о трудовых спорах, проект закона о коллективных договорах, азбука забастовочной борьбы, разработана методика организации рабочих профсоюзов, например, защита, законопроект о трудовом кодексе России. Вот законопроект о трудовых коллективах и последний вот законопроект о трудовом кодексе России, они находятся сейчас в Госдуме. Но и там, конечно, значит, видят, что такое кодекс, и даже наши товарищи немножко недорабатывают в этом отношении. В последней газете мы писали об этом, что он никак еще не находит дорогу к депутатам. Они тоже занимаются во фракциях чем угодно, но только вот до трудового кодекса нашего никак, значит, дело не доходит. Хотя специалисты, к которым мы обращались вот у нас на заводе, в городе, они, значит, назначен сказали, что наш законопроект трудового, значит, кодекса, ну, как небо в земле отличается от президентского, который, кстати, будут рассматривать депутаты. И в послании 6 марта президент об этом, значит, упрекнул думу, что они не занимаются его трудовым кодексом новым. Обсуждая на своих заседаниях насущные проблемы рабочего движения, Российский комитет рабочих сдает направление в работе низовых организаций. Ну вот, например, в последней газете вот есть постановление Российского комитета рабочих об опыте борьбы трудовых коллективов за сохранение отечественного производства и переходе в забастовочное состояние. Но этому постановлению, у всеобщей политической стачки, значит, мы не соберем и ничего мы не сделаем. А вот это постановление дает нам право организовать по всей России одновременно забастовку. Значит, достаточно на 15 минут остановить производство, объявить забастовку, сделать стачечный комитет и больше ее не прекращать до тех пор, пока не будут выполнены решения. А администрация, ну, на 100% можно сказать, что все, значит, эти требования рабочих она не выполнит. Поэтому в состоянии забастовочной борьбы можно быть сколько угодно долго. Хотел бы продолжить вопросы, которые начал задавать Дмитрий Васильевич Игоревич. Много ли у нас советов в России? Очень много, товарищи уважаемые. Начиная с президентского совета и кончая советом судей, профессоров, безопасности и так далее. А советской власти, как вы понимаете, нет. Советы подают очень многое. Это естественно. И советской власти нет. Я думаю, что отвечая на вопрос, который задал Дмитрий Васильевич, наш уважаемый гость из Нижнего Новгорода, конечно, нужно ответить однозначно, что советская власть без рабочих строиться не может. Так же, как и без учителей, так же, как и без программистов, профессоров и так далее. Это естественно. Но сегодня мы собрались для того, чтобы рассказать о том, как организуется рабочий класс. Если есть какие-то у вас предложения, как организуются учителя, профессора, пользователи интернета и так далее. Совет тоже такой есть. Пользователи интернета, понимаете? Вот они, значит, защищают себя. Кому-то нравится, что показывают по этому интернету, кому-то нет. Значит, мы говорим о том, что мы призываем сегодня создавать советы, которые являются первичной ячейкой советской власти. А для чего мы их создаем? Прежде всего, чтобы себя защищать. Я хочу поправить своего товарища по, из Иванова, значит, мне кажется, что Ленин говорил о том, что общественное бытие определяет общественное сознание. В моем понятии это означает или выживать, или, значит, бороться. Значит, мы выбрали путь борьбы. Мы говорим, что надо создавать советы. Для чего? Я считаю, что в первую очередь, чтобы сохранить то, что у нас есть, в том числе производство. Еще раз повторяю, если судик будет выступать за то, чтобы сохранить свои суды, пожалуйста, ради Бога, выступайте, защищайте, организовывайтесь. И приходите к нам, и мы поможем. В Невском районе, Невский районный суд находится с нашим уважаемым пролетарским заводом, где я имею честь работать. Давайте работать вместе. У нас есть законодательство, кодекс законов о труде. Что он не нуждается сегодня в защите? Конечно, нуждается. Президент обеспокоен тем, что существует, в общем-то, никому не мешающий и нормально действующий взор. А он пишет о том, что я обеспокоен тем, что до сих пор работает старый трудовой кодекс, который, естественно, я так думаю, мешает ему развалить просто предприятие и производство. Нам законом предоставлено защитать свои права, не только чтобы создавать совет, законом предоставлено свои права защитать свои права коллективными договорами. Я являюсь заместителем председателя Совета рабочих Ленинграда. У нас есть очень хорошие примеры, когда люди пользуются этим инструментом. Это портовики нашего уважаемого морского порта. И сейчас они вступили в фазу заключения нового коллективного договора. И не просто его заключают, а доводят до каждого и говорят, что если ты придешь на конференцию и не проголосуешь за него, значит, ты нам не товарищ, так мягко выражать. Создание Советов, конечно, идет очень туго. Очень туго. Просто сегодня прийти на завод и сказать, что я приду, или уважаемый Александр Сергеевич Казенов, что угодно, профессор, академик, он тоже будет создавать Советы. Конечно, через понимание того, что это нужно, что это является основой советской власти, но я не знаю, мне показалось, что тут разночтение есть. Я думаю, что еще пару таких конференций в течение нескольких лет, и мы поймем, что создавать советскую власть надо на производстве. И все уважаемые наши помощники, которые обучают рабочих, запросто могут пойти через любой производственный коллектив. Если сегодня учитель придет к нам на предприятие и будет говорить о том, что вы, рабочие, должны создавать Советы себя защищать, но надо об этом говорить, мы же не понимаем, что мы должны себя защищать. Может быть, внутренне, сознательно, где-то чувствуют то, что меня задавили, я унижен, я оскорблен. Но нет такого противодействия в сегодняшней ситуации на производстве. Нет. Кто заставляет самих рабочих сегодня подписывать различные документы на увольнение, на сокращение штатов, на высвобождение на несколько месяцев, дней и так далее? Кто? Вот товарищи там сидят сзади. Кто, скажите, застрабочих заставляет подписывать? Вы там разговариваете. Никто не заставляет. Совершенно правильно. Спасибо. Никто не заставляет. А потом эти люди начинают приходить и говорить, а почему это вы в профсоюзном комитете нас не защитили? Я являюсь еще следом профсоюзного комитета, а почему я должен защищать? Я не буду защищать, если ты пришел и подписал, и сказал, что я согласен уйти на три месяца с 1 февраля по 1 мая. А когда ты пришел 1 мая, тебе говорят, а мы еще продлили администрацию, и профсоюз нас подписал. Это, кстати, сказать по вопросу профсоюза. Советской власти нужно создать экономические и организационные условия. Правильно? Профсоюз – это противодействие. Вот, например, я предложил, как же тут положено работать членом правкома, несколько часов там, вы освободите его и оплатите. Я говорю, я готов работать, освободите меня, я буду работать. Хорошо, говорит, пожалуйста. Я говорю, для этого мне нужно прийти с утра на работу, а я буду в вечер работать, может быть, надо мне свободный вход. Нет, председатель правкома пишет, нет необходимости входа, где рабочее время на предприятии. То есть понятно, что человек защищает. Он защищает сегодня, он является членом совета директоров и так далее. То есть он не защищает наших рабочих, не защищает в том числе специалистов и служащих, которые молчаливо принимают все это и проглачивают. Не будет этого материального обеспечения, но не буду я этим заниматься. Не буду я этим заниматься. Значит, меня ждет жена на огороде, у меня предлагают путевку поехать в господство, тоже правком этот несчастный. Я лучше этим займусь. Я вижу реальную ситуацию, допустим, по Невскому району выборов от трудовых коллективов. Это было. И вы это проходили, и мы это проходили. И я в свое время работал, был избран депутатом городского совета 14-го созыва. Конечно, я сейчас оцениваю это, представляю. Конечно, наши собирали, нам говорили, вот это вот надо принять. Мы, конечно, смотрели, принимали все. Но все равно это все делалось, в общем-то, осторожно, но без перегибов, которые делают сегодня. Не спрашивают, например, у рабочих и специалистов и служащих предприятий, нужно ли это химическое производство, как у нас сегодня организованно в заводе по производству мешков, или нет. Ведь Золото, Александр Владимирович, профессор из Нижнего Рома Новгорода, сказал, правильно, самоуправление, самоуправление, это практически решающее слово рабочее. Вот такое самоуправление. Нас никто не спрашивает. Значит, и заканчивая свое выступление, я должен сказать, что мы сегодня выбрали путь правильный, путь борьбы, и мы говорим об этом людям, что мы будем бороться, выживать мы не будем. К нам приходит очень много писем, где пишут о том, что вы встали не на тот путь, вы встали на путь борьбы, надо выживать. Выживать мы не будем, мы будем бороться. Значит, еще раз я повторяю о том, что мне бы хотелось, чтобы наша конференция приняла сегодня такой документ, где было бы сказано и точно, и ясно о том, что советская власть должна строиться и при участии рабочего класса, и при помощи рабочего класса. Спасибо за внимание. Так, я рабочий, не преддаватель, никто, значит, я говорить не умею, но буду говорить. И когда меня заведутся, я могу говорить долго. Вот, но в рекламе положусь, потому что много у меня ничего говорить. Я только хочу сказать то, что, это самое, как сказал Шумаков из Иванова, эта статья, по которой мы сюда собрались, является основным направлением, да, я с этим согласен, это основное направление, дорога в будущее и дорога в дальнее будущее. А надо сейчас что-то делать. И, как сказал Петров, Сергей Петрович, советов много создаётся, советчики тоже есть, всё-то правильно, всё-то правильно. Советов много, советчиков много, а рабочие должны думать и принимать, что, чего слушаться, чего не слушаться. А главное, надо нам, организаторам, то бишь, рабочему классу, надо найти моменты, чтобы рабочие, рабочие начали слушать, начали прислушиваться, начали разбираться в чём дело. Вот, это самое, я на заводе работаю, по мере возможностей хожу по цехам, и только недавно в ведущем цехе к одному лидеру среди рабочих нашёл тропиночку, а так отрицают, не буду читать газеты, не буду это самое, не буду вообще о политиках говорить, вообще ни о чём. Сейчас я нашёл одну ниточку, и это самое, и попробую там воздействовать на это. Скажу одно, что это самое, статья, когда хорошая, её придерживаться надо, но основное, основное, азбука за восстановочные борьбы. Напечатана она у нас вот в этой газете, многие из здесь присутствующих об этом знают, и вот это нужно проносить в рабочую среду. В подтверждение моих слов я скажу то, что не так давно я встретился на остановке, разговаривался с одним рабочим, который уже взял расчёт и привался, всё-всё-всё, всё уже кончено, ничего невозможно дальше делать, он взял расчёт. И это предприятие, точно он мне не сказал, но печатник является. Печатникам значит какое-то печатное предприятие недалеко от нас, это или фабрика аксетной печати, или ещё рядом какое-то есть. И оказывается, что там у них выдают зарплату за август прошлого года, ну за август месяц, в прошлый год, это почти что год цена. И кто выдаёт недельную зарплату, а следующие выдают, неизвестно, когда будет, люди пишут заявление, объявляют забастовку и не приходят на работу. Вот что значит, как понимают, как понимают многие люди действия забастовки. Объявляют забастовки и не выходят на работу, а администрация им это на руку, им это на руку. А администрация их предприятия состояла из четырёх хозяев. Одни финны, немцы, американцы и наши хозяи. Первые слиняли финны, вторые немцы, последние слиняли, это самое, американцы. И когда американцы ушли оттуда, то выплата вообще почти что прекратилась. Ну и на работе уже никого не осталось. Когда он говорил, что всё, всё, кончено, теперь ничего не вернуться, я говорю, про вас всё кончено, потому что он дал расчёт. Он ехал с удочкой на залив, ну и сейчас на рыбке поживёт, осень придёт, на лягодах поживёт, а дальше всё кончено. А для людей, которые ещё на предприятии остались, для них не всё кончено, для них можно организоваться. Вот в том-то и дело, что нужно организоваться. А как организоваться? Надо будить вот тем возможным, что пробудить рабочих, хотя бы вызвать сначала на разговор. Вот это, я вначале говорил о том, что человек отказывался не то, чтобы не покупать, а взять газету бесплатно, взять и почитать. Я его вызвал на разговор с тем, что цена. Вот мы коммунисты, там советы, там всё это, всё. Я говорю, у имена Грозного были советы? Задумался, задумался. Вот, советовался правильно. Я Грозный сказал, что у него была Дума и сейчас. Есть Дума. И когда я у него спросил, сколько времени существовала советская власть, он в глаза выташёл на меня, что я ненормальный. Мы подавно разговаривали, что, оказывается, советская власть была 20 лет. 20 лет. О, так что, директор завода не коммунист? Я говорю, нет, не коммунист. Он платит, это надо. Платит, сейчас нет. Ну, тогда приходи, приходи, ещё поговорим. Вот таким образом нужно, как бы сказать, добиваться, чтобы рабочие начали хотя бы разговаривать на эту тему. А то, вот, старые прошедшие годы, когда рабочие видели, что, скажу прямо, коммунистическая буржуазия настолько, вот, втемняшила этим рабочим, что ты работай, а думать за тебя будет наверху. Думать за тебя будет наверху. И люди перестали думать. И сейчас взяться снова, чтобы думать. Страшные, не хотят. Страшные, не хотят. Я думаю, что мы должны рассматривать данную конференцию, как толчок к обдумыванию и обсуждению этих вопросов в течение всего этого года по меньшей мере, поскольку, ну, это, так сказать, даже вытекает из необходимости перед лицом этого юбилея и памяти тех, кто отдал свою жизнь. Я думаю, что мы должны посвятить этому свое время и свои силы, и свое внимание. Но я думаю, что ведь наука бесконечна, поэтому кончится этот год, и он не будет юбилейным, а эти проблемы все равно останутся и научными, и практическими. Вот почему, позвольте мне поспорить с некоторыми моими единомышленниками, поспорить с достаточно резкой формой, поскольку, если речь вот об обсуждении, значит, я думаю, что на резкую постановку вопроса нужно, видимо, отвечать тоже несколько резкими возражениями. Вот ближайший мой союзник и сопредседатель идеологической комиссии Рабочко-христианской российской партии Владимир Михайлович Кудрябцев. Вот он выступил с такой идеей, что чтобы уйти от рынка надо убрать деньги из оборотов. Никак нельзя согласиться. Деньги из оборотов убираются всякие мерзавцы, которые элементарные вещи не знают, что денег должно быть в обращении ровно столько, сколько надо для этого обращения. И все, с учетом скорости обращения денег. Что количество денег в обращении, никакого отношения бумажных денег тем более, к сущности производства не имеет. Производство является товарным, тогда то, что является бумажками, а бумажки это не товары, строго говоря, это и не деньги, даже товарный производство, это представители денег, заместители денег, деньги лежат, товары, золото. И другие товары лежат где-то на месте или в хранилищах, бумажки ходят, которые почти ничего не стоят. Ну уж тем более при социализме вот эти самые не деньги, бумажки, представляют непосредственно общественные продукты и все богатство общества. И поэтому тот, кто думает, и как вот здесь продумать, как сделать так, чтобы они время выражали. Я думаю, что, во-первых, тут ничего социалистического нет в такой идее. Потому что деньги по Марксу и так выражают время, это ведь стоимость, а стоимость по Марксу определяется трудом. Поэтому тут мы ловимся в открытую дверь. Вопрос не в том, чтобы они время, чтобы они выражали просто рабочее время. Вопрос в том, чтобы это рабочее время у нас не воровали. То есть, чтобы его не забирали, чтобы не было эксплуатации. А то, что там рабочее время всегда, а только чужое, может быть, рабочее время, в этом смысле деньги обезличены. Если вы сделаете это в виде прямого труда, то точно так же труд можно забирать. Только это будет называться по-другому. Не случайно и Маркс и Энгельс считали бумажные деньги рабочими квитанцами при социализме. То есть вопрос не в форме их, не важно, что там написано. А вопрос в том, что является или чем являются эти бумаги по существу. Вот в связи с этим, в то же время, я думаю, что главная идея, которую здесь проводил Владимир Михайлович, о том, что надо переходить к работе на заказ. Что это глупость такого рода, что я возьму глюмен, верну в газету, пойду к метро, и если спроса не будет, я, значит, его разверну обратно домой, дома положу. Весь сегодня вся западная промышленность работает на заказ. То есть то, что он вот здесь, та мысль, которую он развивал, это действительный путь отрицания товарного производства, как производство на свой страх и риск, на некий свободный рынок. Нет этого свободного рынка, он закончился. Только у нас дурачки повторяют зады. Зады экономической науки, которая отвергнута уже Кейнсом в 35-м году. И после Кейнса повторять эту глупость насчет того, что свободный рынок сам все срегулирует, это быть просто безграмотным человеком-двоечником. К сожалению, эти двоечники, тюбайсы, евринские и прочие, которые ничего не внесли в науку, а только вынесли из них, сейчас, значит, там болтаются наверху по одной причине, что не сорганизован народ, и я думаю, что на них сопротивление это не способно. Просто не поднялся еще народ для того, чтобы осуществлять свои нужды и свою судьбу. Потому что эти люди пустые, они ни на что серьезное не годятся, тем более в науке. И каждый человек, не ученый, любой рабочий может спросить, товарищ Шатальин, гражданин Шатальин, господин Шатальин, вы что внесли в науку? И нечего будет ответить Шатальин. Уже не может он умер уже. Да, не в этом дело. Он умер в смысле биологического, а в смысле экономического, научного, политического этот спор продолжается. И мы спорим и с Троцким, и с Кайлиным, и с Зиноиум. То есть в этом смысле тот же самый Шатальин вошел в череду обманщиков народа, которые ничего не внесли в науку, а кидались из одной крайней миссии в другую, пока не закончили свое бытие в качестве члена финансовой компании. В метро были вывешены в Москве финансовая компания, Шаталина компания. Вот Хайки Шредер, наш тоже ближайший союз, союзница из Турции, которая борется за народную власть. Значит, это очень хорошо, что борется за народную власть, но если мы понимаем, что народная власть может быть устроена только как диктатура рабочего класса. Дело в том, что мы очень обожглись в нашей стране об эту народную власть, когда у нас диктатуру рабочего класса Никита Крущев заменил всенародным государством вообще народным, это и был тот самый страшный ревизионизм, который нанес удар по всему мировому и коммунистическому движению. Поэтому и Ленин об этом неоднократно говорил, что с какого конца подходить к этому вопросу. Если мы будем просто говорить народная власть, то под это дело, под этим лозунгом подписываются всякие, так сказать, проходимцы, обманщики, лжецы и люди далекие от марксизма, от социализма. И наоборот, единственная власть, которая действует в интересах громадного большинства народа, независимо от того, большинство рабочих класса составляет в этой стране или меньшинство независимо. Потому что вопрос не о меньшинстве и большинстве, а о том, в чьих интересах действует данный класс. Так вот, данный класс рабочий, опять-таки, независимо от количества рабочих, действует в интересах громадного большинства трудящихся. И поэтому власть рабочих, диктатура рабочего класса, это народная власть. Ну, в такой степени, в какой она может вообще вообще власть народной. А строго говоря, народной власти вообще не может быть. Потому что власть государства. Это машина насилия одного класса. И Энгельс говорил, что пока классы есть, государство не народное. А когда оно будет народным, не будет государства. Поэтому эти два слова, ну, сочетать можно так, фигурально выражаясь. Как Ленин говорил, я однажды пришел на митинг, когда написано, царству рабочих и христиан не будет конца. Вот он сказал, если не будет никогда царству рабочих и христиан, значит никогда не будет уничтоженная класса, никогда не будет коммунизма. Поэтому в отношении таких красивых слов надо быть очень внимательным. Ленин говорил, что мы должны сначала отгородиться, выделить единственный исключительно пролетариат, а потом уже говорить, что мы всех зовем, всех приглашаем, встать с нами на одну позицию и к единству зовем. А не наоборот, не сходим со своей передовой позицией и не смешиваем ее со всякими переметными сумами. То есть это тоже вопрос для обдуманья, для обсуждения, для рассмотрения. Здесь уже нашего, опять-таки, ближайшего товарища, единомышленника и члена Центрального комитета Рабочко-христианской Российской партии Антон Петровича поправили. Сергей Петрович его поправил, что бытие определяет сознание. Это не марксистский текст. Это совершенно неверный текст. Откуда его берут? Из плохих учебников, которыми заполнено все. Общественное бытие определяет общественное сознание. В том смысле, что тот класс, который господствует в производстве, который господствует экономически, навязывает обществу свою идеологию. Идеологии господствующего класса есть господствующие идеологии. Поэтому эти все удивления насчет того, а почему же, говорит, наш народ проголосовал за буржуизм? А как еще он может проголосовать? При господствии буржуазной экономической системы за кого же должен народ проголосовать? Я-то считаю, что иначе быть не может. И всякий марксист, который знает, что экономическая основа определяет общественное сознание, должен сказать, что пока существует буржуазная экономическая основа, большинство, тем более на выборах, всегда будет за буржуазию. И тот, кто идет по этой линии, он сворачивает, по линии, так сказать, парламентской борьбы, только, исключительно, он сворачивает с позиций марксизма-ленинизма. И вторая сторона, можно говорить, что бытие первично, сознание вторично. Это основной вопрос в философии. Но там по-другому формулируется вопрос, что первично, что вторично. Да, бытие первично. Но тогда уж не бытие, а материя. Материя, то да, в чем бытие-то? Материя первична, сознание вторично, да. А философы-идеалисты решают вопрос наоборот. Ну вот, а теперь в отношении бытия. Значит, Ленин был дворянин в 16 лет, Марс был буржуазный интеллигент, Ленин был фабрикант, а Афрудон был рабочий. И вот первые были идеологами рабочего класса, Афрудон был мелкобуржуазный деятель. Поэтому личное бытие не определяет личное сознание. Ваше сознание, товарищ Шамаков, определяется вашей личной судьбой, вашими знакомыми, вашими родителями, вашими товарищами и вашим собственным трудом над своей собственной идеологией. И прежде всего. Потому что до какого-то периода человек может ссылаться на окружающих и на бытие. А вот теперь, товарищи, мы сами строим свое бытие. Вот мы из своего сознания построили вот это бытие сегодняшнее. Потратили на это большинство здесь присутствующих сил и средства. Свои собственные, свой труд. Для того, чтобы нам можно было развивать дальше свое сознание. То есть диалектика соотношений бытия и сознания не такова. И мы знаем массу случаев, когда люди из одного класса приходят, переходят на сторону другого класса. И ничего удивительного нет, что приехал профессор из Нижнего Новгорода, и она говорит, наши, имея в виду, что у нас тут близкие позиции. Близкие позиции по какой причине? По той причине, что здесь собрались люди, обеспокоенные судьбой России. Это коренной вопрос, который нас соединяет. Если вопрос, ну скажем, принадлежности к партии, он может обсуждаться, люди бывают, заходят в одну партию, видят, что не та, выходит, и тут с другой. Так, и об этом, сказать, можно обсудить, товарищи, в Нижнем Новгороде. И нужно искать своего партии, потому что один ведь ничего не сделаешь, обманывать Бог. И тут, так сказать, степень докторская не поможет, потому что я могу подготовить аспирантов, они станут кандидатами, потом станут докторами, потом снова подготовят аспирантов, потом кандидатов. Эти колеса крутятся, крутятся, и никогда за народ не зацепляются. И всякий порядочный профессор, и порядочный доктор наук должен найти ту партию, которой его знания могут, так сказать, обрести какую-то пользу в реальности. А иначе он просто не нужен. Или он будет использовать свое образование, так сказать, для получения денег. То есть торговать, так сказать, образованием, которое он бесплатно получил. Следующий вопрос. Вот Виктор Иванович Галкон, еще один самый ближайший, союзник, мой единомышленник, которым я во всех вопросах согласен. Кроме одного, что коммунистическая партия была структурой госаппарата. Вот я хочу на этом примере показать, что как вот некоторые формировки, которые гносятся в воздухе, которые пускают, так сказать, буржуазную власть, как они вот зацепляются и заходят иногда в голову наших самых лучших людей. Ну как эта коммунистическая партия была структурой госаппарата? Она была правящей партией. Но в партии были, например, рабочие у станка. Их было громадное большинство, и они никогда не были ни в какой структуре, ни в какой аппарате. Они, так сказать, на себе тащили дополнительные нагрузки. А тут нам говорят, это была государственная структура, и под этим предлогом, между прочим, Ельцин ее и разогнал. Действительно, это не партия, а какая-то партия. А помните, как на процессе по поводу КПСС, как рассуждали? То есть, я думаю, что это не совсем точная формулировка. Товарищ Гордеев, Ерлес Николаевич, он опечаленный падением советской власти, говорит, ну, тогда раз она упала, то и не было. Так, так сказать, он сформулировал. Хотя вот мне понравилось выступление, во-первых, оно было искренне горячее, живое. Ну и мысль-то у него какая была. Но он спрямил историю, на мой взгляд. Я считаю, что вы спрямили историю. То есть, бывает так, что люди поднимаются на революцию. Значит, подъем народный, ура, создали свои советы, убежали с заводов, создали органы, но потом избрали хороших людей, вышли все из народа, все наши люди, все кругом сели, мы всем доверяем, у нас вожди пошли на заводы, на фабрики, а те вожди уже говорят, ну вы почему отлучились с рабочего места? В течение рабочего дня работать от всех ночи, и вы тоже, пожалуйста, товарищ Криванов, давай вводим поезда. Значит, кто там у нас, другие товарищи? Стаханов, давай руби уголь, и в эти дела не лезь. Пожалуйста, тут есть люди, умные, профессионалы, мы их берем, разбираемся, думаем о вас и так далее. И советская власть начала потихонечку падать, и упала. Вот давайте так и нарисуем, сначала она вот поднялась, потом она упала, я думаю, что снова поднимется. Это вопрос, она, между прочим, в пятом году возникла, а потом упала, еще никакой не было революции, социалистической, и социализма не было. А советы вот возникли, а потом пропали. Потому что это дело народное, вот мы можем звать, призывать, объяснять, разъяснять, а будут советы или нет, это, извините, зависит не только от нас, от нас очень зависит. Вот тут очень мудрую мысль сказал в процессе подготовки член нашего комитета, товарищ Валерий Михайлович Кудрякс. Он сказал так, что вот, в общем, живет в ситуации, народ не захочет жить по-старому. А он не знает, если бы как жить по-новому, он никогда и не захочет жить по-новому. Он все и будет, ему скажет, все, перестройка плохо, давайте, говорит, реформировать будем. Он будет реформировать. А это что, то же самое, это же хрен редкий не слаще. Давайте перестраивать, плыть, не важно, куда плывешь, важно, что перестраиваешься, важно, что плывешь. И тут то же самое. Давайте изменим форму. Так мы эту форму изменим. А что делать-то будем? Нет, давайте, говорит, еще переоденемся. Представьте, армия, все время переодевается. Давайте такую, сделаем вот одежду. Теперь давайте околочить. Здесь, значит, серп и молот, и у нас здесь будет... А сюда вот... Да-да, орла, пока повесим. Давайте. Ну и некогда заниматься, никакой боевой подготовкой, надо все время переодеваться. Так что это страшная вещь. Вот почему, конечно, без деятельностей, сознательных единиц, а в политике сознательной единицей является партия. Первая единица, которая в политике начинает действовать, это партия. Единица, вот, скажи, отдельно. В науке, пожалуйста, один человек в науке имеет значение. Один. Достаточно. Ученый написал, открыл и так далее. И через полет найдут, что он открыл, и он был первый. Когда его уже не будет, и он был прав. А в политике, в политике, вот, первая единица, с которой можно считаться в политике, является партия. Нет партии, нет, не о чем разговаривать. Так что вот, есть некоторый спор, поэтому сказать, что никакой диктатуры полетариата не было. Вот если бы вы сказали, что диктатура полетариата была плохая. Ленин говорил так, у нас была диктатура полетариата с бюрократическими извращениями. И мы этот ярлык печальный на нее вынуждены были повесить. А почему? А вообще ничего в чистом виде не бывает. Если вы чистое что-нибудь хотите найти, вот будет социализм, будет социализм. Как вы думаете, подлецов не будет? Будут. А беззельников не будет? Будут. А гривистов не будет? Будут. Вот сейчас мы создадим все вот как по нашему плану, как мы здесь говорили. Сейчас вот все услышат, какие у нас результаты, да мы разъедемся и все вдруг примутся создавать. И что не будет повторяться, вот в значительной мере то, что имело место, будет повторяться. Потому что каждое государство в качестве своей отрицательной стороны имеет вот эти явления. Обязательно. Пока еще есть государство. Хотя тут говорили, что это абсолютное зло. Была такая мысль в суде. Это, конечно, не так. Вот здесь Александр Владимирович на эту тему уже целое, так сказать, выступление построил. Что насилие, конечно, как само по себе, как самоцель, конечно, зло. Но насилие против насилия, это добро раз, и это положительные действия. Нельзя сводить роль диктатуры бактериата к насилию, а это есть еще самоуправление народа. Поэтому, конечно, это не абсолютное зло. Но оно всегда и зло. Пока есть государство, приходит применять насилие. Ну, представьте себе, раз насилие, значит, придется жуликов, тунеясов, бандитов сажать в тюрьму. А тюрельщикам придется засовывать, закрывать. И эта деятельность, между прочим, ничего такого высокоморального не рождает, когда человек занимается только одним. Сажать людей в тюрьму, охраняет их, выводит и так далее. Ну, так уж устроен мир в этом смысле, что вы будете иметь отрицательные явления обязательно. Вот почему я думаю, что более идеалистично будет сказать так, что вот путь советской власти был весьма извилинен. Появилась, исчезла, диктатура бактериата была не в чистом виде. Давайте разберем, что в ней отдала диктатура бактериата, а что ей противоречило в ней самой.